вот у вас там у мужчин сколько жён максимально говорит ну одна одна всего одна жена ну да ну сколько она себе может родить детей ну 10 10 детей я говорю а у тебя он говорит я хочу 11 жен и чтобы каждая мерзила по 9 детей а у него уже сейчас сколько там три жены по моему и 14 детей он как бы вполне идет по плану выполняет план я говорю 90 детей и что ты ты с ними делал он а как бы довольно логично объясняет я живу в племени мы постоянно воюем с другим племенем мне нужна моя армия понимаешь чтобы типа это то есть там все все с моим он таким образом строить свое государство конечно типа как бы он нарожал у него есть там в защитники которые с автоматами там есть хозяйки туда-сюда у него слушаем никто не нужен он вполне себе построился на родился свое государство это лядов и совершенно новый формат это формат подкаста когда мы сегодня я очень давно хотел завести такой формат для того чтобы ну как сказать поближе знакомить вас с теми людьми которых я показываю в основных своих выпусках как люди живут то есть я еду до например какой там сомали венесуэла и люди мелькают и очень часто вы спрашиваете а например там хочется узнать поподробнее историю там того человека или того человека и в общем я для этого придумал этот формат то есть сегодня это не интервью но у меня в студии очень интересные люди вот и как бы они будут рассказывать свои истории и также мы будем сегодня связываться с людьми которые лично встречались с пиратами сомалийскими лично те которые присутствовали при терактах в общем должно быть интересно вот сегодня в студии у меня значит очень интересные гости это ахмед и махмуд они сомалицы и они говорят по-русски и со мной в студии сегодня алексей он может сказать профессиональный путешественник у него компания которая значит делает очень классные редкие путешествия в необычные страны вот алексей привет привет спасибо что пришел он тоже недавно совсем прилетел из сомали мы вместе с алексеем кстати ездили в южный судан выпуск будет довольно скоро вы товарищи значит оба и ахмет их махмуд вы оба из пункт ланда это как раз считается родиной пина пиратов там есть город эйль я честно говоря вообще не думал что найду таких людей как вы ну то есть реально не мог представить что у нас живут сомалийцы которые говорят по-русски вот как давно кстати ты здесь а ну вообще в россии у нас есть много студентов из сомалии в москве почти там 20-30 и студентов из сомалии здесь находится в москве учиться а в других городах почти больше чем 100 как приятно он разговаривает очень обожаю когда в этом у есть и средств а и вот предположить ребят сколько лет товарищем вот сколько лет нет я уже в 28 лет ну паспортом написано 31 потому что когда я приехал я был маленький и там ну когда ты как у нас дома ну нас не считаются где когда ты родился где ты родился потому что большинство не родился в больнице да и не записали какой день там не записали какой день да серьезно то ли 28 31 ну в паспорте когда я был маленький я приехал сюда ну чтобы чтобы там видно что бить и ну возросли надо там на совершенно черно там от тебя побольше написали в паспорте до чтобы так чтобы 10 31 а паспорт у тебя 31 да а на самом деле 28 а зачем надо было накинуть три года ну я был маленький когда я приехал сюда в россию ну чтобы не думать что это да да то есть на грани тебе до 17 а те написали побольше что года чтобы как интересно тебя сколько лет у меня 22 года ребята кстати сомали переехали во многом благодаря тому что неплохо ориентировались в английском языке и на самом деле кстати вот про меня если говорить да то в моей работе там в моих путешествиях английский в принципе открыл мне миллион дверей то есть я пример понимаю что я процентов там ну наверное 70 не мог бы снимать и делать того если я не знал английского поэтому очень благодарен своей маме что она свое время меня заставила его выучить и отличный способ для того чтобы наконец начать учить английский язык и месяцев за шесть хотя бы перейти там с самого минимального уровня уже на тот чтобы вполне изъясняться это онлайн-школа skyeng в современных условиях онлайн-школа skyeng просто идеальный на самом деле способ учить английский потому что ты можешь лететь в самолете ехать в метро даже в машине вполне себе выполнять там аудио задания и так далее классная штука что в skyeng очень наглядно показывается ваш прогресс потому что разработчики skyeng создали уникальный прогресс бар которые на основе ваших выполненных упражнений и домашних заданиях автоматически загружают успехи это очень удобно и наглядно таким образом не только ваш преподаватель следит за прогрессом но и вы еще в skyeng очень удобная штука это когда вы достигаете определенного уровня ваш преподаватель который лично с вами работает проводит тестирование таким образом прямо но вы пошагово видите как вы движетесь вперед есть такая фраза для того чтобы сформировать какую-то привычку нужно одно и то же дело делать как минимум 15 дней подряд так вот skyeng разработали классный онлайн марафон который длится 15 дней и это классный способ для того чтобы сформировать у себя привычку учить английский каждый день ну хотя бы минут по 20 марафон можно проходить с любым уровнем языка интересно будет всем так как skyeng раз в день будет присылать интересные советы для самостоятельного изучения ну например подборки англоязычных каналов на youtube это реально очень помогает развить и в принципе современный и живой разговорный язык более того в принципе расширяет вообще кругозор ваш марафон бесплатный и все кто впишется могут раз в месяц участвовать в розыгрыше курса занятий skyeng так что переходите по ссылке в описании регистрируйтесь а мы движемся расскажите вы как бы что-то из этого видели слышали то есть в принципе пиратство она прям ну расцвело в где-то в 2008 девятом примерно году вы оба ты точно в тот момент еще жил в гороу и да и ты тоже жил как это было расскажите вот глазами человека оттуда ну как вы сказали гороу и там а или это где появились первые там пираты добирать и но история пирата может быть и не всем знают в сомали до 2004 у нас дальше такой и слова никогда не слишком пирата пираты того и это пирата это как как это как я могу сказать это как бизнес почему так это бирате это ребята они из образовывания образованные люди не образованы и образованы вообще они из не дальше из города из маленьких дерева или вообще из дерева деревень есть у нас билла такая рыбалочка рыбалка рыбалка люди которые там находятся на море занимаюсь рыбалка да и билла проблема корабли которые там рыбацкие корабли до которые охватывать все там и бита значит пытается сказать то что в какой-то момент в сомалийские гавани начали заходить международные корабли которые соответственно начали там ну нелегально ловить рыбы профессиональный лов привел к тому что местным рыбакам перестал доставаться должное количество рыбы они стали голодать и люди там реагировали сказали потому что у нас нет государства который защищает нашу страну ахмет волнуется поэтому если кто-то не понял он имеет ввиду что люди сами начали беситься возмущаться тому что сюда приходили международные компании из других стран и забирали их рыбу и сами начали защищать свою территорию потому что сомали тогда рухнуло государство и не было никакого закона на их территории из этого там начали потом люди думали что это как бы думали как бизнес и связь международные которые я не знаю из америка вы руби люди которые там все хорошо знает и снова поясню со временем это пиратство превратилось в бизнес причем инвесторы как говорит ахмет были из-за рубежа они давали деньги местным пиратам организовывали все это дело дали там лодки ну который там догоняет там очень быстро и дали оружие и они набрали направляют и их куда можно идти потому что это ребят они не знают где находятся там корабли потому что это очень далеко и организовали такая 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 группу и захватывали там корабли потом это грубо который там находится в агеру были в америка они завязываются хозяин хозяина связываются с хозяевами этих вот судов когда потому что это суда они как раз принадлежат там европейцам каким богатым как раз да и они с ними связываются и просят у них вы куда они взят огромный день но они дают ребятам там 3 миллиона долларов до остальные у них остались ну так так начались и потом это билла там потому что они раньше били рядом потом они хотели догонять который нам уже вот ну да сначала не захватывали значит корабли которые приходили нам близко потом догоняли их до моря до лишнего международный из из-за этого там так начались продолжались такой бизнес вот так история и получается это как бы люди да то есть которые всю жизнь там получали там 3 доллара в день максимум да они неожиданно хоп и в один день получает он просто так огромный день и что случилось тогда они находятся в сомали они получили так очень огромные деньги они это люди они не образованы они ничего не задать им трудно вот это как они тратили тратить эти деньги не знаю что с ними делать некоторые купили там машине никто купили там конкурентами не за некоторые и они все потеряли все три аль быстро потому что они не могут контролировать такие огромные деньги и что и случилось у нас в сомали наша страна так сомали мусульманская страна все считают это операции что они взяли из людей это хором здесь ахмед имеет ввиду что со временем сами сомалийцы стали презирать пиратов за то что они добывали деньги ну тупо преступлениями дальше некоторые бирате и семья не разрешили шиниться их там на то есть где дети даже женщинам отцы девочек не разрешали выходить замуж за пиратов да потом сказал он пират у него есть и там деньги не не законе он был вручил деньги не законе там и что они изделяли у них есть только деньги что тратить они не могут если дальше и некоторые они купили и строили там гостиницы люди не проходят что никто не снимается пустые то есть пираты купили отель в городе горовы и потом что власти отобрали у и пиратов этот отель отдали его другим людям это как никто разделился да 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 и поэтому у них так такая били то так продолжали продолжали ну да такие и что случилось они получают деньги и быстро они теряют все все деньги внутри общества было презрение да к этим пиратам поэтому вот такая сомальская бират и там вот началась такая история когда это сейчас и очень-очень известный там популярность самарский пират но люди думают что это самарский пират они сам все придумали они сам купили таким у них есть такие оружие у нас такие проборы лодки у них ничего нет просто там есть как а кто вот эти инвесторы кто эти бизнесмены никто не знает потому что они там закрывают ну что потому что никто не знает он сам себя там присылать слышу но я так понимаю что в этот момент когда они прям расцвели это была какая-то такая профессия вот например это по тебе было в тот момент примерно 12 лет когда да то есть и сейчас 2021 да ну да то есть ты был ребенком в общем таким мне кажется ну то есть я читал о том что то в какой-то момент там дети мечта ребенка была стать пиратом потому что ну слушай они то есть их все боялись они были крутые у них была куча денег это ну то есть это такой образ прям вот богатого крутого альфа самца ты вот ты когда рос вот как бы тебя были такие мысли ты никогда не хотел стать пиратом да ладно ты знаешь почему почему потому что как и сказали мечтаем что бират это потому что ты просто ты из богатой более менее семьи понимаешь и ты такой я ем в три раза в день и мне как бы не надо понимаешь гоняться за кораблями вы когда-нибудь сталкивались с этими людьми видели как кому-нибудь кто был или у кого был опыт пиратом и за были у вас такие там ну не помню я думаю я видел кто там в гору и там потому что да когда они ходят сюда на улице да это как нормально это как дальше некоторые знакомые да это как нормальный по ним было видно что они чувствовали себя вот королями я не знаю не с оружием ходили как это вот да они тоже некоторые это как как просто там забавно они сюда попадают чтобы получили такой огромный деньги там и везде гулять да показывать что я да 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 они так делали да да конечно а люди боялись их нет ну то есть потому что они никто не убивают никто не делали они не убивали в норовые их а потому что в или я разговаривал вот в пиратском городе вот там вполне боялись потому что они могли прийти знаешь там в бары и если у него не было виски он мог просто застрелить человека или мне рассказывала вот это прям ну город а ну я думаю это редко потому что ну да потому что у них все есть одного раза достаточно для того чтобы все напугались да 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 у них есть деньги да когда дальше они как в ресуранте там что-то покупают они просто там поэтому им да им просто да и это были такие крутые и есть некоторые там и они говорят что мы прав а потому что мы сами защищаемся где наша работа они вот вот это спортили все наши работы поэтому мы тоже так дело сейчас мы свяжемся с очень интересным человеком это алексей он моряк из украины он лично сталкивался с пиратскими лодками когда проходил к сомали алексей расскажите про себя немножко чтобы зовут меня димитров алексей являюсь я навигационным офицером на втором флоте на суда дальнего плавания и именно по этой причине бывают такие моменты когда мы сталкиваемся с пиратской деятельностью расскажи просто сначала вот первый какой-то свой рейс вот в те зоны как раз в которых присутствовали пираты как это было вообще как раз таки был мой самый первый рейс я это было мою пытность кадетом кадета то есть первая должность при обучении навигационного офицера ты сначала идешь как практику проходишь в роли кадета на пароходе я был в то время кадетом и получается где-то под середину контракта пришло рейсовать задание в котором было засвидетельствовано что мы идем в сомали в частности в магадишу как бы некоторые члены экипажа естественно начали немного паниковать по этому поводу потому что ты вполне на законных основаниях можешь написать письмо в компанию в котором ты попросишь замену прежде чем пароход пойдет в эту пиратскую зону потому что естественно это повышенная опасность а что то еще я не знаю может колючей проволоки какие-нибудь абсолютно верно вот здесь вдоль борта на пароходе существует такое ограждение называется леер то есть если обычным языком это как бы просто забор потому что ты не выпал и так далее но перед тем как мы идем туда эти леера они обматываются колючей проволокой абсолютно верно вдоль всего борта судно то есть если судно длиною там около 200-300 метров это не имеет значение вдоль всего борта она будет обтянута колючей проволокой также готовятся пожарные шланги потому что давление которое подается на пожарные шланги на судне довольно таки велико и эти пожарные шланги также могут использоваться для того чтобы отразить атаку пиратов сбивать их с борта пока не забираются пока не забираются или вот допустим катер подходит если целенаправленно просто это огромной струей воды под давлением додать как бы в их направлении то мы просто банально можем их катер затопить или даже когда они забираются в этой кошке сбить их но у них конечно же скорее всего есть наличие огнестрельное оружие но так или иначе вот эти меры тоже как бы предпринимаются по всему борту устанавливаются вот эти вот пожарные шланги для того чтобы предотвратить атаку когда судно следует в такие районы с повышенной опасностью нанимают дополнительно у каких-то охранных организаций как так называемых security security просто охрану это примерно двух до четырех человек в частности у нас на пароходе это было четыре грека у которых естественно было огнестрельное оружие у которых есть определенный свод правил которые они должны выполнять при появлении в как бы на горизонте катера пиратов или что-то в этом роде они несут 24 часовую вахту на ходовом мостике вместе с навигационным офицером и меняются каждый через четыре часа также во время следования у судна всегда ночью должны быть включены навигационные огни для того чтобы другие сюда могли его распознать но во время следования в таких районах эти навигационные огни мы намеренно отключаем для того чтобы нас не могли заметить и распознать а вот скажи мне 4 грека что у них за оружие с собой ну это зависит естественно от компании но в частности у этих людей насколько я помню уже довольно таки много времени прошло что то было что-то вроде м16 и у нас как бы было задание выгрузить определенное количество груза в могадишу и потом кисмаю это порт и значительно меньше находится немного севернее нежели магадишу тоже сомали да там даже намного хуже нежели в кишма получается в то время когда вот мы следовали в порт негласно существует правило якобы о том что если мы туда заходим то мы как бы негласно оберегаемся никто на нас нападать не собирается но это все конечно же негласно нет никаких задокументированных оснований нет ничего в этом роде и когда мы находимся там нам с берега предоставляют охрану на проход также вооруженную то есть они приплывают катером и перейдут нет вот мы становимся к причалу эти люди поднимаются на борт у них есть специальная дикарта благодаря которой мы можем следить сколько человек зашло на борт и сколько вышло потому что в таких государствах как сомали существует такая практика что эти люди стараются забраться на пароход и секретно как бы вместе с пароходом покинуть границу своего государства беженцы да такие еще да беженцы абсолютно верно что это вообще такое порт сомали там на примере или магадишу или второго этого города государство вообще не соответствует современным реалиям то есть когда мы заходили в ту же кенью как бы ты смотришь так или иначе это африка но более-менее как бы по-человечески все выглядит но сомали это полная разруха это полный ужас никакой собранности у людей люди которые поднимались нам на борт вот эти вот самые рабочие они пытаются как бы поговорить с людьми разных национальностей особенно если у тебя хороший английский вот они в частности со мной там один парень помню говорил он мне свободно показывал фотографии оружия как они ездят стреляют по пляжам по городу это не представляет для них никакой сложности вот когда мы заходили туда также просто смотришь в бинокль на всю ситуацию которая там происходит полуразрушенные дома окон нет дома просто из камня выстроены никаких окон ничего абсолютно там выходил вид на здание я так понимаю там какого-то местного парламента может всего все государственного как сомали мы знаем что они как бы разъединены что магадишу не контролирует остальные вот эти территории но это здание парламента было полностью разрушено ступеньки там насколько я помню мы были просто полностью покорежены но это выглядело довольно таки ужасно да да а вот это второй город там ты говоришь еще хуже кисмаю да по моей памяти он состоит просто из зданий одноэтажных в своем большинстве и мы стали под причал и там кроме нас не было других пароходов там на причале есть место лишь для нашего парохода там также стояли пять как бы вот материнских пароходов пиратских они так называются вот матка вот существуют вот пираты они на небольших моторных катерах атакуют пароходы но у них же не хватает топлива добираться на столь отдаленные расстояния где обычно ходят пароходы дальнего плавания и поэтому существуют вот эти вот матки которые где-то вот становятся на рейд и ожидают пока вот эти вот их маленькие катера будут производить свои вот эти операции и там вот я помню стояла около пяти этих вот маток самых пиратских как они выглядят ну честно говоря как бы я других таких как бы пароходов не видел они выглядят как катера немного большего размера где-то длиной около ста метров и ну там все накидано выглядит это просто как сарай какой-то видно что не там собой продовольствие ввозят топлива и так далее но это не что-то сверх организованное то есть это вот так что они значит выходят все вместе да вот этот матка и катера в море а дальше что то есть это она как становится на рейде то есть рейд это когда они становятся и ожидают и вот становится и ожидают от нее наверное как вот разветвленно они это делают и потом обратно возвращается на нее потому что на них просто банально топлива не хватит для того чтобы добраться от берега к пароходу и обратно а вот ты говоришь ты их видел а они ну то есть там кто-то был или они уже кому-то заброшен в состоянии нет нет они стояли просто пришвартованные то есть негласно из-за того что мы приходили конкретно в их порт и предоставляли им этот груз и продовольствия, не следовало на нас, конечно же, нападать. Наверное, те пароходы, которые просто ходят вдоль берега, там проходят, они, конечно же, имеют их в виду. Они стали просто в пришвартованном состоянии. Когда мы заходили, это был ноябрь 2016 года, в тот день, буквально за 2 часа до нашего прибытия, за территорией порта, буквально на проходной, произошел теракт, был взрыв небольшого микроавтобуса, который унес около 20 жизней, это я точно помню. То есть, как бы от этого нас никто не обезопасит. И когда мы заходили, также слышали выстрелы. То есть, для меня это было в новинку. Пока вы были, я так понимаю, в Магадишу, ты слышал прям взрыв. Да, да, да. Только я слышал. Как это было, Рафин? Ну, слушай, у нас на самом деле было два. То есть, первый был... Ты вообще везучий, я смотрю. Еще более везучий, чем я. Слушай, но у тебя накануне был взрыв, тебе гид сказал, что ты же его спросил, как часто взрывают, он сказал, каждый день. Вот, и в общем, это правда. Ну, плюс-минус. Первый раз это было в первый день нахождения. Вечером я просто не открывал балкон, а ребята сказали, ну, мне гид написал, говорит, ты слышал сейчас взрыв? Я говорю, нет, у меня балкон закрыт. Ну, далеко где-то был взрыв. Это следующий день он сказал, что подорвали... Я не помню, кого. Ну, в общем, какого-то человека там пытались подорвать. Вот, сейчас не буду вспоминать, потому что не вспомню. Ребята, некоторые слышали, у кого был... Государственного... Какого-то деятеля, да, да, да. Точно, точно детали не помню. Просто поясню. То есть, у них постоянно такая история о том, что вот, когда говорят о том, что в Магадишу постоянно что-то взрывается, имеется в виду, то есть, постоянно какие-то вот есть террористы... Ну, то есть, они не группами, это не теракт, когда вот они идут и захватывают там отель уже сейчас, а это вот условно они там точечно выслеживают каких-то людей, они точечно там находят какого-нибудь государственного деятеля, они выясняют, где он живет, они там следят за ним, на какой машине он ездит, в какую там школу ходят его дети и так далее. Они его вот последовательно выслеживают и где-нибудь его там взрывают. Вот я так понимаю, как раз вот... Да. Когда я был, такая была история взрыва и вот... Вот, вот первая история тоже была близко такая, да, я просто сейчас не помню, что это был за человек. И некоторые ребята из нашей команды слышали, да, этот взрыв. Вот, но он был далеко, реально далеко от нашего отеля. Вот, а второй был, это, ну, вообще было очень интересно, это третий день нахождения, то есть, прямо перед отъездом мы уже собрались выходить, стоим около машин, рассадка в машины и просто, ну, такой хлопок, очень серьезный хлопок, ну, прям, это видно, что рядом, то есть, скорее, полтора километра от нашего отеля. Вот, хлопок сильный, потом раздались очереди, автоматные, да, я не знаю, кто в кого там стрелял, вот. Но в итоге это таргетировали пресс-аташе полиции, Магадишу, вот, он остался жив, вот, но подложили... Да, пресс-аташе полиции, и подложили взрывчатку под его машину. Вот, и поскольку это все случилось, там все сразу перекрыли, непонятно же было, будет продолжаться эта история, да, может быть, там какая-то группа захвата была и так далее, вот, и наш гид сразу созвонился, ну, там, понятно, да, гид, в смысле, который безопасен, там все гиды, гид это бывший работник КГБ, да, местного, условно говоря, служба безопасности государственной. Вот, и он сразу говорит, сейчас мы обсуждаем маршрут объезда, потому что мы не сможем проехать так, как мы планировали, а нам нужно было в аэропорт. Очень много перекрыли дорог, и мы в аэропорт ехали там раза в два, там, если не в три, дольше, чем планировалось. Вот, но мы с большим запасом выезжали, и действительно пути объезда выбирали. Слушай, к вопросу о том, что вот в Магадишу постоянно что-то взрывается, вот у меня есть, значит, мы связались в Сомали, есть, значит, наша соотечественница Инна и доктор Амина, они работают обе в госпитале, вот сейчас мы попробуем с ними поговорить. Инна работает врачом, насколько я знаю, в клинике в Сомали, вот, и очень интересно в этом смысле поговорить с вами. Здравствуйте, Инна, здравствуйте, доктор Амина, вы нас слышите, да? Да, здравствуйте. Во-первых, немножко сначала поясните, то есть, где именно вы работаете, где именно вы сейчас находитесь, то есть, что это за больница, расскажите об этом. Это больница, как сказать, 48 лет. О! Инна, она работает здесь, моя мама, к сожалению, умерла 5 месяцев назад. Мама доктора Амины, Хава Абди, легендарная личность, была Человеком года, Женщиной года. В 2012-м ее номинировали на Нобелевскую премию мира. Дело в том, что когда в Сомали царил беспредел и хаос, она ежедневно спасала десятки, сотни, тысяч людей, при том, что террористы постоянно приходили к ней и хотели забрать ее клинику. Было такое, что террористы атаковали госпиталь? Они пришли и сказали, мы хотим забрать в больницу все. Она сказала, это моя больница, я помогаю людям. Пришли террористы, они сказали, что мы хотим забрать вашу клинику. А мама Хава говорит, я вам не отдам, это моя клиника, я ее самостоятельно основала. Ну, у нее была возможность, были финансы, она самостоятельно открыла эту клинику. То есть без чьей-либо помощи, это не так, что, знаете, государство, например, субсидировало. Нет, это все сделал один человек. Скажите, вот они, когда непосредственно вот пришли в больницу, то есть они прям ворвались, они прям, то есть они там с автоматами, то есть они ее захватывали, то есть это был силовой захват? Да, с автоматами, они оружием, все мир знает. Они убили кого-то, когда они захватывали? Да, да, некоторые, некоторые они убили, но у нас умерли, на момент пациента, который был, детей, 27 детей умерли, которые реанимации убили. А, из-за того, что врачи не могли за ними ухаживать, да, это как бы... Что повторите? Да, да. Не могли врачи оказывать медицинскую помощь, и из-за этого дети находились в реанимации, и без помощи они умерли медицинской помощи, из-за их дыны. То есть они не могли, потому что террористы не давали доступа, да, врачам? Отпускали врачей, да. Ого. А мама Хава сказала, что нет, это моя клиника, я ее открыла, здесь мои люди, здесь все создано моими руками. И на что они взяли ее, забрали, посадили в тюрьму на 12 часов. Таким образом, они пытались, ну, как-то шантажировать. Потому что там была 90 тысяч в семье, в которой она ухаживала. 90 тысяч людей. Тогда у нее был свой фонд, и все, у кого была возможность, в самый пик, все эти ситуации, разгар, когда началась гражданская война, когда началась ее, все, у кого были финансы, все из Сомали уехали, из Магадиши все уехали. А она говорит, я не могу, остались только бедные люди, у которых не было возможности уехать. Но им тоже нужна помощь. И она осталась, и нам оставалось помогать. И террористы хотели с помощью больницы, так как в больнице есть фонд, в котором есть возможность помочь, ну, все, кто желают, могут помочь. И за счет этого фонда она кормила людей, потому что у людей были ситуации, когда не было что кушать. И террористы просто хотели забрать больницу, чтобы был доступ к фонду, к финансам, к всем. А она сказала, нет, потому что это мой фонд. И я работаю для того, чтобы помогать людям. Я не могу так просто. И поэтому они хотели за счет этого. То есть на террористов как-то действовали ее слова, раз они ее не убили, как бы, да? Они ее выпустили, потому что люди сами взбунтовались, пришли к ним, и все начали говорить, а было огромное количество людей, что выпустите ее. Выпустите. Моя мама, как она говорила, у меня душа не дает, чтобы люди умирали, потому что в 93-м году каждый день умирали 50 человек из-за голода, из-за болезни, из-за болезни. И когда она, всегда она плакала с людьми. Каждый день они похоронили 50 человек, которые умерли. Было бы, это как яма, в которой скидывали просто умерших людей. Не хоронили ничего, а просто их скидывали, потому что было очень много умерших, и не было кому их хоронить. Никто не хотел этим заниматься. Она, в том числе, ну, люди должны быть похоронены все-таки, и этим она тоже занималась, потому что... А вот чем закончилась история, когда вот они захватили, получается, они ее посадили в тюрьму на 12 часов. Чем закончилась эта история? Они опустили, потому что из-за людей, которые сомалийские, все женщины, детей, возрослые, они пришли, они сделали домашний арест. Домашний арест. Посадили ее под домашний арест. Выпустили из тюрьмы, но посадили под домашний арест. И они пришли к ней. Они сказали, Хава, почему не слушает нас? Потому что вы женщина. Вы должны слушать. Она говорит, да, я женщина, но я лучше, чем вас. Потому что вы убиваете люди, а я лечу и делаю люди, чтобы они были. Она открывала моя мама, у нас больница была, и школа она открыла. Многие знают ее. Многие знают эту клинику, имя, вы слышите, хава, где, класс, хава, лица. Да, я никогда не видел Хаву, но я знаю ее, ее историю, это все знают. она сама все организовала в эту больницу, но после гражданской войны она стояла в своем дыше и она была самая, только единая там женщина, которая там помогает всем людям. Даже, ну, почти беспорядно. Поэтому все люди, которые без помощи, пойдут ее в больницу. все ее вся страна знала. да, все знают, все самолевские знают как. Мы не думали, что террористы там, они могут там нападать на больницу Хава Абди, потому что Хава Абди помогает людям безразрезанно, она не знает откуда, дальше, если люди, которые там террористы, если у них есть там раненые, они могут туда отбить, потому что ее это безграница, она помогает всем людям, безразрезанно. И мы там считаем, как наша мама все там самолевские. Поэтому дело ее продолжится. Да. Мы сейчас также свяжемся с девушкой по имени Рания, это тоже наша соотечественница, она и была, уехала из Тюмени в Сомали тоже работать. Рания, привет, ты нас слышишь? Да, я вас слышу. Так, Добрый день. Да, расскажи немножко про себя вообще, как в принципе с тобой случилась эта история, что ты решила из Тюмени поехать в Сомали? Я уже несколько лет работаю в авиакомпании, которая работает в странах Африки. И в Сомали это было просто две мои командировки. Первая это была, я была в Кисмайе три месяца, это Джуба Ленд. С точки зрения безопасности, как там вообще? Вполне спокойно, у нас была бронированная машина, достаточно сильно бронированная, потому что мне даже тяжело было дверь открыть. я была водителем там, но в моем понимании в этом не было необходимости. Ничего не взрываются, то есть там в целом спокойно, да? В Кисмайе да, в Кисмайе спокойно. А в Магадишу? В Магадишу, да, вот как уже говорили, каждый день что-то допостреливает, но я могу акцентировать внимание на двух таких моментах. Первый был небольшой минометный обстрел ООНовского лагеря. Я как бы заметила это. Ну, это такое очень распространенное там. Как запомнилось, потому что они обстреляли тот офис, из которого я минут за 30 до этого выехала. Поэтому, я думаю, все-таки осталось. Да, и там несколько людей ранило, их увезли в Нейроби. И второй взрыв, это взрыв гостиницы. А на месте был такой как грипп от взрыва. Достаточно большой, очень долго висел, запах гари был. А что случилось-то в итоге? Ну, это гостиница, когда взорвалась большой взрыв. Взорвалась. А, это тот самый большой взрыв. А, слушай, подожди, я поясню просто людям. Значит, в Магадишу был охренительно огромный теракт. Это, в принципе, как бы считается второй самый массовый теракт в мире после нападения на близнецы в Нью-Йорке. Значит, в Магадишу отель, и в нем погибло 600 с лишним человек, да, тогда погибло. То есть, более того, сейчас там туристов на это место возят как на достопримечательность показать, что вот здесь вот был этот взрыв. Совершенно жуткий момент был. И вот у нас на связи Арния, которая присутствовала в Магадишу в этот момент. Сам взрыв ты не слышала? Нет, я находилась, я не слышала и не видела, потому что он как бы за мной, я находилась в районе океана. Там, если, допустим, пройти в какое-то место, тебе город не виден. Допустим, мыс, когда проходишь. И когда я взяла телефон, уже собиралась прийти домой, и начались такие сообщения, где ты, что ты, от моих знакомых и друзей. И потом, когда я уже вышла в сторону своей гостиницы, я уже увидела вот этот взрыв перед глазами. То есть он в городе, но его достаточно хорошо видно было. Вот грибок взрыва. Я так понимаю, что раненых как раз после этого взрыва привозили, наверное, в том числе в госпиталь как раз к Инне и к доктору Амине. Вы можете описать, каково, ну вот вашими глазами этот вот теракт. Жалко было. Я тогда, жалко, я беременная была, моя девушка. Я в обморок упала, потому что страшно я видела. Доктор Амина была тогда беременна, и отевиденной картины она упала в обморок, потому что, ну хоть и врач, но все равно не смогла. Было очень много... От чего? То есть от... Тяжелых больных было. Серьезными ранениями. Вообще, тысячи где-то умерли, не 600, больше. Умерло больше тысячи человек. Не 600, как говорят, ну вот в СМИ. Тогда вместе наша команда и наши люди пошли, или мои друзья, вообще не видишь сильных человек. Вы увидите ногу, вы увидите голова, вы увидите... Извините, я так говорю, что я видела, это страшно было. что люди были как разорванные на части, и целого человека можно было не видеть. Там нога, там рука, там голова, был большой взрыв. Я даже чуть не потеряла мой ребенок, сколько женщин было временно, сколько детей там было, и сколько... Не представляю, когда картину увидишь, тогда можно показать, но это было... Было много врачей, приезжало из соседних стран, соседних городов, чтобы помочь. И тогда у многих был стресс, в том числе. Тут надо понимать, что тут много женщин, много беременных, потому что, как вы поняли, здесь много рожают. Были ситуации, когда у женщин от увиденной картины даже были выкидыши. очень страшно, скажем, то, что видели. Я периодически буду сейчас читать вопросы от зрителей, которые я заранее попросил накидать. Сколько примерно составляла сумма выкупа, когда пираты захватывали судно? Не помню, еще раз. Ну вот, пираты захватили судно, сколько денег они просили? Примерно. Ну, я думаю, по-разному, потому что некоторые... Ну, грубо. Сколько миллионов, да? Да, несколько миллионов, по-моему. Большие миллионы, по-моему. несколько миллионов долларов, да? Да, да. Еще вопрос от зрителя. Идет ли на спад традиция женского обрезания? И как вообще мужчины относятся к этой традиции? Давайте для начала поясним, что вообще такое женское обрезание в Сомали. Инна, поможете нам? Или доктор Амина? Обрезание, это они отрезают критер. Это вообще женское. И закроют все. И это вообще сейчас и закроют? Не понял. Повторите, я не очень понял еще разок. Они специально обрезают критер для того, чтобы женщина получала меньше удовольствия. Вот. И шьет. И зашивает влагалище. Зашивает влагалище? А зачем? Вот так влагалище, но сейчас не так. Нет, нет, это то есть это акт наказания или что это такое? Нет, это как традициональная менталит мужчина, который они думают, она, если не закроет, она не действительница, значит, бог дался натуральной действительнице. А, то есть это получается, это как бы девочкам еще в раннем возрасте это делается, получается? до замужества... 7 лет они девочкам то есть поясните мне, правильно ли я понимаю? То есть... До замужества 7-летним девочкам зашивается для того, чтобы... Они не верят, что они девственницы и вот как традиция, чтобы зашить, чтобы уже точно удостовериться, что вот все, девственница. никто не будет замужем. Я думаю, они делали так, чтобы девушка не чувствовали, не чувствовали, ну там... желание. Да. Я так думаю, так они сделали, так правильно? Чтобы уменьшать, там чувствовали девушку, Традициональная есть менталития есть у мужчины, если они не закроют, так она не действительница. Они... Ну, они не поняли. А раскрывают-то они когда это все дело? Они частично закрывают. Или это что, на всю жизнь закрываются? Во время полового акта идет надрыв. Я не помню. Что? Как когда они открываются? А можно задать вопрос на сомалийском, чтобы... Ты понимаешь, да, мой вопрос? Да, да. Бабуски я понимаю, но я не слышу. Вот вам по-сомалийски сейчас вам скажу. Да, да, Амина. Слышишь меня? Да. Слава моя. Да, я просто хотела снать. Они так и сделают, что тебе девушка... Побед, поскажи по-сомалийски. Ах, хорошо. Они... 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 Потому что, например, рожают, я был в Мексике, в глубинке, там рожают дома люди, типа, и там в какой-то очень странной позиции, стоя они там, в Сомали, как рожают? Здесь есть особенность, например, то, что я рассказывала, допустим, если надо, чтобы женщину кесирили, потому что она не может самостоятельно родить. Что, 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 плохо слышно, чуть погромче, можете? Кесарево сечение. Кесарево, чтобы сделали, для этого должен принять решение, муж должен принять решение, должен принять отец ее и должны дать согласие. И если, например, не дают согласие, то муж может сказать, нет, я хочу, чтобы она рожала, даже если она самостоятельно не может. И бывают случаи, когда ребенок умирает, и, к сожалению, вот так. Или, например, мы говорим, что нужно делать кесарево, мы хорошо, мы подумаем, а кесарево нужно делать уже вот сейчас. А не мы подумаем, они пока уйдут, несколько дней могут там походить, они привозят, а ребенок уже умер, уже поздно. То бишь, это такая ситуация, когда надо вот сейчас. И вот с этим, к сожалению, сейчас все еще есть сталкиваемся. А почему мужья не дают разрешение на кесарево? Это какой-то... Ты понимаешь? А какой вопрос, Крюбр? Кесарево, понимаешь, что такое? Нет, это... Это когда женщина беременна, но она не может родиться сама, и разрезают живот, и достают ребенка сверху. И вот они сейчас говорят о том, что для того, чтобы в Сомали это сделать, соответственно, нужно получить разрешение мужа и отца женщины. А они иногда не дают этого разрешения. А, может быть, еще и брата, еще там может быть русский. Да, и брата, и так далее. Ну... Еще и брата, да. Я не знаю, почему они не дают разрешение, но я думаю... Большинство нащину мужчинам, может быть, они ничего не знают об этом. Об этом. Они даже не знают. Что так можно? Может быть, я, честно, не знаю. Ты чувствуешь себя как... То есть у тебя ребенок какой-то ущербный, что-то будет. В общем, наши мужчины не против. Наши мужчины, наши сомалистские, не против. Наши... Ну, конечно. У них уже деформация. Конечно, конечно. Логично. Это врачи, они спасают вашу родину. Зачем ты против? Никаких там... Я понял. Они не против. И не сам. Воздерживаются. Да, то есть это люди, которые, понимаешь, по путешествиям, понимаешь, как бы пожили в каких-то других странах, у них другое отношение. Поэтому... Дальше я думаю, кто дальше, дальше знает, ну, там, логично думает хорошо. Они не могут против. Ну, да. Я, например, в Мексике, вот тоже в очень глубоком, далеком селе, там, где они стоя рожали, тоже это кесаривание делали. Это у них было это связано с какими-то там, ну, типа, вот какой-то своей религией, вот по каким-то таким, то есть типа это плохая какая-то примета из этих соображений. Может быть, поэтому же и у вас. Нет, здесь не то, что плохая примета. Здесь так вот. Я понял. Может быть, это очень такой патриархальный, собственно, просто не доверяют тому, что будут резать человека, да, могут потерять жену и так далее. Я думаю, что потеря ребенка... Нет, они думают, что если кесаривание делят, чтобы еще раз невозможно рожать или что-то случится. Это менталитик, поэтому... Потеря ребенка не так страшна, как потеря жены, я думаю, что в этом случае. Ну, да, тем более 13 детей. Просто понимаете, тут же не у всех есть так, что возможность получить хорошее образование, чтобы была какие-то просветительные работы. И многие думают, что все, если сделали кесаревое сечение, то все, больше детей иметь не может. А здесь, в Сомали, чем больше детей, тем лучше. И есть такое, что там 24 ребенка. Я вот мне рассказывала недавно, что одного мужчины 24 ребенка от разных женщин, ну, от своих жен. Ну, вот так вот. И поэтому здесь, чем больше детей, тем лучше. И, например, если женщина, допустим, родила четверо детей, и есть там у нас ситуации, и у нее есть сейчас заболевание, тем лучше. Ну, это кто врач, тот поймет цифилис, короче, у нее сейчас. И у нее не получается выносить сейчас ребенка подальше. И она пришла, говорит, помогите, помогите вылечить, потому что я хочу еще детей. То бишь, 4 это мало. И из-за этого, когда вот кесарева, некоторые мужчины думают, что больше не сможет рожать. То бишь, из-за того, что нету вот этой полной... А зачем вообще? Почему они все так... Понятно, если приходится уговаривать. В чем замысел рожать по 12 детей? Это вот, ну, чем это объясняется? Ну, это не замысел. Здесь нужно... У них просто, как сказать, сколько Бог дает, столько и хорошо. А, то есть фактически надо рожать, пока можешь, так что ли они это воспринимают? То есть условно... Ну, сколько Бог дает. Не в том плане, что сколько можешь, а сколько Бог дает. А что такое, сколько Бог дает? То есть, что прям у всех тут по 12 детей. Такого нет. Здесь есть женщины, у которых только 2 ребенка. Есть женщины, у которых 6. Есть у которых 10. Не, ну, все равно, вот это же как бы распространено. И в Сомали, и в Африке, в принципе, очень много странных. Чем больше детей, тем лучше. Почему? Ребенок это помощник. Ну, я не буду говорить за всех. Но и то, что я спрашивала, мне иногда говорили, что вот, дети же вырастут, будут нас кормить. Ну, вот, да, да. Иногда мне так отвечают. Да, мне такой... Да, и она абсолютно правильно говорит. Но на самом деле, если мы возьмем какую-то историю, там, городскую, да, не знаю, в Африке, в той же, например, в Магадишу, да, может быть, они говорят, когда они вырастут, будут кормить. Хотя дети уже ходят на рыбалку, ловят рыбу, там, не знаю, в 7, в 8, в 9 лет они полноценные кормильцы. И порой они приносят, там, больше долларов в сутки, чем их отец, который работает где-нибудь в полиции, да. То есть это такой как бы бизнес. А если мы берем сельскую местность, то ребенок работает, ну, вот, посмотри, девочка, например, в слинге носит другую свою сестренку или, там, братика, да, когда ей, там, 3-4 года. 4 года она уже носит в слинге другого. Понимаешь, да, то есть, ну, там, ну, ты, я не знаю, с 5 лет полноценный ребенок уже работает в Африке, да, помогает семье. Поэтому, чем больше детей, тем, это не то, что, там, когда-то в будущем они вырастут и помогут мне, да, они уже сейчас помощники, да, и в поле так же работают. Слушай, я хотел еще Лешу спросить. Леша большой путешественник с большим опытом, он побывал в довольно многих африканских странах. Леша недавно приехал, он был и в Сомалиленде, и в Сомали, как я. Я в Сомалиленде не был. Кто не смотрел выпуск, поясню, то есть, Сомали, это как бы условное название страны, то есть, это немножко на данный момент разделенная такая страна, то есть, они отдельно существуют, как бы, Сомалиленд, отдельно существует Сомали, в котором тоже есть еще большее подразделение на Пунктленд, из которого ребята, и там еще несколько частей. Вот, соответственно, в целом, расскажи, чем отличается Сомалиленд? Всегда это такое, знаешь, типа, безопасное какое-то Сомали, так его называют. Расскажи впечатление. Да, ну, это действительно чувствуется, да, что это безопасная территория. Ну, вот в чем? Понятно, понятно, что вы передвигались Сомали. Прям в Сомалиленд, вот, условно говоря, вот на глазах твоих что менялось? Да, ну, вот это очень интересный момент, да, что две страны, которые абсолютно ненавидят друг друга, да, причем Сомалиленд абсолютно ненавидят Сомали, абсолютно ненавидят Магадишу и говорят, что для нас, причем, опять же, вопрос возраста, да, если мы видим... А почему они ненавидят друг друга, извини? А, слушай, ну, в период гражданской войны, там, была жесткая бомбардировка Сомалиленда и, в общем-то, на 70% Харгейса была стерта с лица земли. То есть, Сомалиленд это фактически условно отделившиеся вот от Сомалии провинции? Они провели свою независимость в ходе того, когда себя до баре свергли, да, в 91-м году началась вот эта вот, в хаос погрязла эта страна, Сомалиленд объявила о своей независимости и Магадишу начали их бомбить. Мне женщина на рынке говорит, она очень мило фотографировала с нами, при том, что, в принципе, очень консервативная страна, люди не хотят фотографироваться, чтобы фотографировали их лицо и так далее. Вот, очень милая женщина для нас позировала, фотографировала, с нами общалась, после того, как она вот увидела вот эту историю, что мы приехали из Магадишу, все, она сразу свернула разговор, сказала, ну, все, пока. Все, пока. С точки зрения туриста, вот, когда перелетаешь из Сомали, из Магадишу в Сомалиленд, что меняется? Вот, что, насколько, вот, я не знаю, антураж, атмосфера, вот, что, в целом? Антон, все меняется. Абсолютно все меняется. То есть, это как-то, я не знаю, прилетел, типа, в швейцаре? Вот, всего, что может произойти, да, ты это обратил внимание, да, что тебе, там, дорогу расчищают, да, вокруг тебя ходит охрана, да, то есть защищают тебя, а в Сомалиленде защищают Сомалиленд от тебя. Да. То есть, особенно с учетом того, что прилетел из Магадишу, из Магадишу, да, вот, и это как бы прям вот красной нитью через все проходит, вот мы прилетаем в аэропорт, да, в Магадишу, никому до тебя дела нет, ну, ты понимаешь, да, ну, ты прилетел, все, у тебя там какой-то встречающий, там, визу поставил, прошел, все, отлично, все, добро пожаловать, молодец, что прилетел в нашу страну, вообще круто. Вот, приезжаешь в Сомалиленд, а что это вы здесь забыли, ну, мотористы, в смысле, а почему из Магадишу? Достает мой паспорт и начинает копаться во всех моих бизнес-картах, визитках и так далее. Я говорю, а что вы там хотите увидеть? Он говорит, я все смотрю, я говорю, нет, ну, вы просто скажите, что вам надо, я дам, ну, просто это же там мои личные вещи, как бы, это реально досмотр, это реально досмотр моих всех личных бизнес-картах, визиток и так далее. Я говорю, а почему, говорит, у вас в дайверской лицензии фамилия не ваше имя? Дайверская лицензия, там у меня лежит в паспорте. Я говорю, слушайте, ну, это вообще фамилия инструктора. Он говорит, а, да, инструктора, а ваша где? Я говорю, а моя вот, а, да, ваша, хорошо, окей. То есть, разве что по карманам не проверили, да, ну, вот все, что у меня было в руках, вот я просто держу папку, он говорит, дай папку. Я говорю, а что вы хотите здесь увидеть? Здесь там тесты мои, там, ну, ковидные и так далее. Ну, нет проблем, я вам покажу все, что вы хотите увидеть. Он говорит, да, я просто покопаюсь. И, то есть, нам перетряхнули все. Нас жестко перетряхнули, да, вот, мы представились, сказали, кто наш гид, кто наша принимающая сторона и так далее. Нас отпустили, вот, и все это время, пока гид, который местный с нами был, у меня, меня не покидало впечатление, да, как все, что с тобой, как бы, не гид ездит, а КГБ-шник. То есть, это такая, как бы проверка на шпиона, да, они постоянно боятся, что из Сомали к ним приедет какой-то шпион. Да, да, постоянное подозрение какое-то, и он постоянно мне говорил, ты военный, а у нас еще один был. Потому что у тебя милитарий лук, ну, немножечко такой. Ну, в общем-то, просто лук, да, я говорю, нет, у меня просто лук такой, вот, он говорит, а вот этот мужчина, он же тоже военный, и он видит по выправке, он бывший военный, да, у нас один был в команде, ну, просто бывший военный, сейчас турист, там, не знаю, может, 10 лет не военный, вот, на пенсии. Он говорит, нет, он же военный, я же вижу, что он военный. То есть, вот этот взгляд, да, и те, которые говорили, показывали мне на конкретные вещи, да, вот у тебя ботинки, там, военные, да, сейчас другие ботинки, и у тебя кепка военная, то есть, понятно, что вот это вот все, как бы, туристическое, да, вот, но мы-то видим, что ботинки и кепка у тебя военная. Ну, слушай, это удивительно, я думал реально, что Сомалиленд, это же, как бы, фактически, то есть, он же был под Британией, получается, да, и я думал, что, как бы, то есть, Сомали основной, это такое условная большая деревня, такая вот, которая вечно взрывается а somaliland это типа европа сомалийская вообще нет я смотрю нет вообще это скорее какая-то значит центральная федеральная власть и они долгое время запрещали в харгейсе строить вообще многоэтажки да там то ли один то ли два этажа максимально было постройки пром одноэтажные все постройки до некоторых пор поэтому харгейса она в общем-то по населению как сомали за миллион да ну выглядит она вот как сказать как большая деревня как большая такая восточная деревня без антуража в этом смысле гораздо более величавый город магадишу я бы сказал в принципе очень величавый согласен когда я смотрю на магадишу и когда я какую-то вот например там что-то мы там сняли с дрона какой-то кусок да ну вот-вот с маяком да с морем и ты человек кому-то показывает а где-то развален ты где-то в италии то есть люди не могут падать что это моды прожил да потому что итальянцы итальянцы в отличие от британцев да они когда колонизировали свою часть сомалии да мы будем называть вещи своими именами да они туда просто переселяли крестьян до целиком итальянских крестьян и эти итальянские крестьяне насаждали там свою культуру ночью говорить итальянская культура богатая культура кто бы чего не говорил да вот при всем уважении то есть они насаждали свою кухню и так далее и я не знаю там на четвертом этаже в отеле в котором ты и я жил да не будем называть его назван называть название вслух да вот там подают прекрасных лобстеров и в общем-то без ограничения каждый вечер но забудь в Харгейсе об этом. Нету даже близкого сервиса в Сомалиленде, нет даже близкого понимания той культуры, которая есть в Магадишу и той кухни, искусства, если хотите, всего чего угодно. То есть, когда ты идешь по разрушенному Магадишу, ты понимаешь, что здесь была высокая культура. Действительно. И когда ты встречаешь людей определенного возраста, которые говорят на прекрасном итальянском могут с тобой поговорить. И ты понимаешь, что это культурные люди. Ну, что говорить, даже когда ты едешь по Магадишу, по центральным улицам, там чисто. Там просто чисто. Да, несмотря на то, что там каждый день что-то где-то взорвают, там чисто. Скажи, а вот с точки зрения какой-то дейли-рутин, понимаешь, вот отличается. То есть, в Магадишу я прилетел, соответственно, вышел из аэропорта, сел в машину и примерно на этой машине все время так или иначе гулял. Там в некоторых местах меня там чуть-чуть давали погулять. А в Сомалиленде как? В Сомалиленде ты можешь гулять даже, в общем-то, без охраны по улицам. Спокойно? Да, да, спокойно. Ну, то есть, у нас было два охранника, которые с нами ходили. Но это не так выглядит, да, когда ты в кольце, в окружении идешь, как в Магадишу, и они... Ну, то есть, ты-то можешь воспринимать это как угодно, как фан, как экстримчик такой, да, тебе интересно, прикольно, да, за тобой какие-то люди тебя охраняют. Ну, в общем, такой интересный экстремальный туризм, да. Вот. А ребята, которые тебя охраняют, они, в общем-то, всерьез это все воспринимают. Потому что в любой момент они могут вступить, ты понимаешь, да? Вот. И ты даже вот по выправке этих ребят, этих солдат, ты видишь разницу между Магадишу и Харгейсом, да? Ну, то есть, это такие наевшие животы ребята в Харгейсе, да, которые в последний раз, наверное, стреляли, ну, реально стреляли, наверное, лет цать назад. Вот. А в Магадишу это пацаны, которые стреляют каждый день. Которые стреляют каждый день с тобой или не с тобой. Поэтому ты видишь вот этих ребят, которые, ну, как бы, они вот наготове всегда, да. Как вообще, то есть, террористы, они же не просто, да, захватывают города. Они же приходят в эти города и убеждают людей, чтобы они жили вот под их, вот этим, значит, под их законами, правильно, да? То есть, они не могут поставить, условно, весь город под дулу, да, и, значит, вы будете вот жить так. Это же не так работает. То есть, эта идеологическая пропаганда там вполне себя проводится в этих городах. Да, есть города, которые до сих пор контролируются Аль-Шабабом. Да, и там люди нормально, нормально, нормально живут. Конечно, у них нет там всей возможности. Это нормально, а это нормально, когда женщину камнями забивают даже там за измену? Это нормально? Не помню, как. Ну, то есть, как бы, они живут условно, визуально нормально, да, там, каждый день, наверное, там, я не знаю, потоки крови по улицам не текут, но, тем не менее, там, как бы, вполне себе законы, когда геев расстреливают сразу, если женщину за, там, за измену ее забивают до смерти камнями, это, как бы, нормально? Не-не-не, такое не понятно. Ну, секунду, ну, это то, как бы, как живут вот в этих городах, которые находятся под контролем Аль-Шабаба. Вот, Амин, может быть, ты мне, вы мне подскажете, доктор Амина, вот, понимаете мой вопрос, да? Я вот пытаюсь понять, как террористы умудряются убеждать людей жить в их городах и не сбегать из этих городов. Вот. Вообще, это, я скажу историю, что у меня случилось, потому что у нас больница была, рядом, большой земля есть. Эта земля, они сказали, на, вы должны отдать кого-то. Когда я отказалась, они арестовали меня пять дней. Доктор Амина, есть земля, а там будет строиться еще одна больница. И они захотели эту землю забрать. А доктор Амина говорит, нет, ну, наша земля, мы будем строить новую больницу. И за это они ее арестовали на пять дней, потому что здесь так, ты должен сделать то, что они хотят. Если ты не хочешь, они пытаются какие-то меры принять. Так, и что было дальше? Они жестокие люди. Они жестокие люди. Они... Пять дней. Я, как бы, осталась страшно. Пять дней было страшно, потому что находилась арестованная. Ночью, где-то девяносто часов, они угрожают. Четыре часа ночью они угрожают. Перед меня они убили два человека. Прямо перед... Вы видели, как их убили? Это страшно. Да. На глазах у вас? А за что их убили? Это страшно. У меня... За что, за что, за что их убили? Я не знаю. Я не знаю. Просто у доктора Амины на глазах убили двух людей. У меня один кабинет, я была, в другой кабинет, другие люди были. Доктор Амина была в одном, как бы, помещении в кабинете, а не в другом. Держали там. Поэтому это страшно. А не расстреляли их? Как это произошло? Нет. А что? Людей убили. А отрезали? Отрезали. Ну... У меня была психическая травма. И вообще, я 6 месяцев даже не работала. После этого? Я в шоке была. А в каких условиях вас держали? Что это было за место вообще? Просто есть дом, и там есть люди, которые тебя под автоматами держат, и ты в них находишься. И 5 дней вас держали под автоматами. 5 дней я отказалась дальше кушать. Я сказала, я не буду кушать. Они как-то... Люди, которые принесли мне еду, я сказала, я не свободна, я не буду кушать ничего. 5 дней я голодала. Я на земле спала, которые там всякие есть, как называется, насекомые, все-все-все. В конце концов, они опустили меня за... Но страшно было. Просто люди пришли. Но здесь, если много людей приходят, начинают как-то просить, разговаривать, говорить, то это имеет влияние. И тогда они отпускают. Вот имя моей мамы. Если бы моя мама не была бы, она сильная, которая в Сомалии знает, в Сомалии уважает, поэтому за это меня опустили. Если бы я не была бы дочкой мамы Хава, они вообще не опустили меня даже. А получается, если они приходят к людям, требуют у них, я не знаю, забрать землю, и люди там не отдают им эту землю, они что, просто... Убивают. Просто убивают людей? Убивают. Да. Просто так. Если они убили, там, дождь, там, ага, все люди там выбирают, поэтому она такая игра, чтобы не против всех. Чтобы не настроить людей против себя. Да, 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 поэтому это то, что играют. Олег, вот у меня, да, Олег с нами на связи. Олег жил тоже несколько месяцев в Магадишу и работал там, сейчас он, сейчас он в Киеве. Олег, у тебя в целом впечатления от Магадишу какие? Ну, в целом, хорошее впечатление, мне люди понравились. Вот, знаете, когда я первый раз ехал, я про Сомали смотрел только фильм «Черный ястреб», как там американцы, и вот этот с Том Хэнксом фильм, где пираты захватывают корабль. То есть, когда ты приезжаешь в эту страну, ты не знаешь, что тебя там ждет. Но в целом, я очень приятно удивлен тем, что люди, они, вот они как-то так хорошо относятся по сравнению с другими странами, да, в Африке. Вот к нам они хорошо относятся. Слушай, ну от Сомали нельзя сказать, да, что я в каком-то древнем веке, у вас же там все соцсети. Ко мне подходили люди, кто видел, что я снимаю, они мне открывали у себя на телефоне приложение YouTube и говорили, типа, введи название твоего канала. То есть, у них соцсети там, как бы это, вот ты год назад приехал, ты YouTube там смотрел? Да. Да? Серьезно? Какой YouTube? Любой, ну в принципе, что-то на YouTube, да? А TikTok? TikTok нет. Инна, Инна, ты сейчас там живешь, расскажи, сомалицы снимают TikTok, смотрят TikTok? Ну сейчас да. Да, они снимают TikTok, и здесь очень много, у них есть Instagram, они снимают Instagram, в Facebook сидят, вообще очень современные. И Snapchat есть, со мной фотографируются, им так это нравится, там всякие какие-то маски подставляют, ну очень современные. И я была этому немножко удивлена. И что хочу еще сказать, например, магазин, когда приедешь, абсолютно есть вся продукция, которая у нас. Всякие, не знаю, там, Twix, Bounty, все-все есть, стиральные порошки, все как у нас. И я когда ехала, я думала, что, ну, понимаете, такое представление, что страна как-то немножко отстает в этом. Нет, все есть, абсолютно все. А что касается всех современных соцсетей, тут вообще везде они есть. Я даже знаю, что некоторые в Тиндере есть, потому что современные... Тиндеры? В Тиндере? Знаешь, что такое Тиндер? Тиндер, нет, не знаю. У них все есть. Ну, Тиндер это предложение, где там ищешь, как, блин, рекламу какая-то. Ну, типа, у женщин там... А, бон, бон, бон. Олег, 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 ты когда жил в... Это знакомство? Да, да, знакомство. Олег, ты когда жил в Магадиш, ты пользовался Тиндером? Да, честно. Я открывал, смотрел. Да ладно, серьезно? Ничего себе. И что, было кто-то? Были какие-то варианты? Не, я просто зашел посмотреть. Ну, в смысле, я имею в виду не варианты... Я имею в виду, тебе предлагали... Там были какие-то профили? Там было, что лайкать? Я вот о чем спрашиваю. Конечно. А, были, да? Вау, серьезно? Ну, ты как бы не встретился ни с кем. А, вот еще вспомнил по поводу продвинутости. У них есть такая штука даже, которой у нас не было. Вот я удивился. Это так называемая AVC. Это у вас к мобильному счету крепится электронный счет. Как бы денежный. Вы можете прийти в магазин мобильной связи, там, положить, например, 100 долларов, там, 200 долларов. И не носить с собой деньги вообще. Вы когда приходите в любой магазин, там висит табличка с номером телефона хозяина магазина, вы покупаете любые товары, вам говорят сумму, вы пересылаете эти деньги на мобильный счет. То есть, это такая продвинутая, даже у нас такого нет. Это электронные деньги, да? То есть, фактически. Да, да, да. Электронные деньги, да. И даже милостыню на улице просят. Люди просто стоят с табличкой, у него номер. И у нас туристы спрашивают, а что это за номер у него такой? Ну, вот это номер просто. Да, вы можете к вам подойду, там, попросят, как обычно, там, дай доллар, ты говоришь, у меня нету, тебя говорят, вот переведите мне наивись. Ну, то есть, у всех каждого своя карточка есть с этим номером. Вот, и говорят, что... Как Сбербанк онлайн, да? То есть, вот переводы вот эти прям... Да, вроде того, да. И очень многие богатые люди вот таким образом хранят деньги, потому что банкам не доверяют, а вот таким вот образом надежнее, типа. Ну, там же еще большая инфляция долгое время была, да? То есть, ты постоянно должен носить, если наличку, да? То есть, я в Магадишу вообще, кстати, не видел налички, а вот в Пунктленде, в Горовой, маличка везде. То есть, там, причем, там идешь по рынку, и стоят такие огромные железные, такие чемоданы, и ты ему даешь там 20 долларов, и он сделал такую... То же самое в Харгейсе, да. Да? Да. Знаменитые рынки, наличные валюты. Ну, государственного нет, поэтому деньги, кто обещает деньги. В Магадишу все, доллары? Нет, нет, поэтому старые деньги, уже все. Еще вопрос от зрителя. Насколько в Сомали помнят дары СССР? То есть, как относятся к тому, что СССР в какой-то момент перестала их финансировать? Я поясню для зрителей то, что в какой... То есть, там, в 70-е годы СССР очень активно поддерживала Сомали. Туда там и деньги, и специалисты, и работники все туда отправлялись. До тех пор, пока, значит, там новый президент Тиат Баре в Сомали не решил, значит, посягнуть на земли, которые находились в Эфиопии, потому что... Сомалийский. Сомалийский. Да, значит, сомалийский президент посчитал, что в Эфиопии есть их земли, а при этом СССР также поддерживал Эфиопию. Вот. И в итоге они в какой-то момент просто забили на Сомали, перестали их поддерживать, поддержали Эфиопию. И это, в общем-то, там случилась война, в которой страна рассыпалась на части, и, в общем-то, вот в этом смысле мне очень любопытно, как Советский Союз, это что сейчас для вас? Да, и это... И точно разрушили отношения там между Сомалией и... Ну, в общем, мы относимся к нормальным, потому что наши люди, особенно там старые люди... Ты молодой в этом смысле, мне кажется. Мне кажется, наверное, люди постарше... Да, и старые люди. Все почти солдаты и врачи там учились, они учились здесь в России, потому что у нас там соединение между... В 70-е годы? Да, да, очень, очень близкие. В 70-е годы, очень близкие. Да, очень близкие. И почти все наши солдаты, все врачи учились, здесь большинство. И то, что там, ну, из России тоже помогали нашей стране, потому что там почти все строили. Дороги там, аэропорты, заводы там, маленькие заводы. Все СССР строили. Я тоже могу рассказать историю, но сначала хотел сказать, это же забавная история была на самом деле. По сути, Сомали стала театром действий Холодной войны, одним из театров действий, да. Вот. И парадокс заключался в том, что на самом деле на тот момент, когда Сиат-Баре напал на Эфиопию, да, и дошел, собственно, до Дередао, то есть он завоевал практически часть Эфиопии, он завоевал ту территорию, которую он хотел, вот, фактически, да. На тот момент Эфиопов-то как раз с Эфиопов были, как раз дружили очень плотно с американцами, а не с нами. Вот. И вот у них как раз происходила какая-то ломка отношений между... Ну, у Эфиопов с американцами, да, и Советский Союз, как раз воспользовавшись этим, понимая, что Эфиопия начинает отдаляться от США, Советский Союз решил таким образом поддержать Эфиопию, как бы, ну, забрать под свое влияние, да, под социалистическое влияние Эфиопию. И, в общем, Сиат-Баре он разменял как раз, да, он Советский Союз разменял как раз Сомали. И парадокс заключался в том, что вот вся эта война, которая случилась, да, все генералы советские приехали на территорию Эфиопии, а американцы выслали своих генералов в помощь Сиат-Баре против Советского Союза, и так получилось, что армия, все танки у Сомали были советские, но воевали против Советского Союза и Эфиопии, а танки у Эфиопии были все, все вооружение было абсолютно американское, но воевало против советского вооружения, понимаешь, да? То есть все наши советские генералы воевали американскими танками, американские генералы воевали советскими танками, то есть вот в этом был парадокс этой история, но и да, при помощи Кубы и Южного Йемена, как бы, зачистили всю эту историю, да, там 20 тысяч профессиональных профессиональной армии собственно, очень быстро отбросили назад Сиад Баре, а если спросить про то, как люди относятся, очень интересная история, у нас была, когда в Берберу приехали, Бербер это порт, который собственно Советский Союз строил, да, ну, там очень было много рабочих, да, советских служащих, несколько тысяч советских служащих, которые поднимали собственно, да, вот эту вот историю, вот, это территория Сомалилэнда современного, да, Бербера, и там есть такое местечко, называется маленькая Москва, Little Moscow они называют, вот, и мы туда приехали, это такой военный городок, он построен в такие зеленые покрашенные дома, ну, такой, знаешь, такого апокалиптичного, чернобыля-подобного вида, вот, и он полностью заселен сейчас сомалийцами, вот, они там в окна нам машут, а мы говорим, мы из, мы из России, типа Советский Союз, это вот рассказываем, ну, ну, наши люди строили, и они, конечно, все это знают, они понимают прекрасно, что живут в маленькой Москве, именно так называется это вот поселение, это целый большой военный городок, несколько тысяч там живет сейчас, то есть там жили все русские, вот, они очень так тепло, 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 там, на нас реагировали, ну, интересно, конечно, то есть эти времена, они вспоминают по доброму, то есть и даже вот гидов мы спросили, гиды, которые, ну, такие были подозрительно к нам относились, да, мы когда вот на этот, приехали в маленькую Москву и спросили, ну, а как вообще отношение-то к русским, он говорит, к русским, ну, вообще, очень хорошее отношение, типа русские здесь много всего построили, ничего не разрушили, много всего построили, много привнесли, и, в общем-то, у нас нет причины к ним относиться плохо. Ну, Сомали-Ленд-то ладно, а в Сомали, в самом-то, неужели тоже до сих пор прямо очень хорошо относится к Советскому Союзу, он же фактически, как бы, кинул, ну, то есть Советы фактически кинули Сомали. Ну, они тоже сами, потому что в этой фирме Сомали-Ленд была тоже часть Сомали. Ну, да, да, в тот момент это была часть Сомали, слушай, но тут сложно сказать, на самом деле, да, это, я думаю, что это дела давно минувших дней, предание старины глубокой, ну, на самом деле, да, чтобы плохо относиться к нам, вот, ну, это же большая политика, на самом-то, деле, и Сиадо-Борре, Сиадо-Борре, надо понимать, что слово кинули, да, кинули не Сомали, кинули Сиадо-Борре, потому что на тот момент, окей, кинули Сомали, но это была амбиция Сиадо-Борре, да, но амбиция, окей, существовала и до него, с момента получения независимости, амбиция Большого Сомали, до объединения части Джабути, Кении и Эфиопии, существовала и до Сиадо-Борре, но мы же помним, как расстались с Сиадо-Борре, да, и вот вся эта история, то есть его народ, ну, народ его не любил в конечном итоге да когда его свергли народ не любил себя до баре то есть он уже не был национальным героем отнюдь на тот на период его свержения в 90-х годах правильно же надо мне тоже там он он же не был и национальным героем даже близко уже в конце своего правления поэтому я думаю что вот на и на фоне всего этого но как бы если значит он строил там самолит сильно все а ну и дальше у нас когда были отношения там между россией россии помогал там сомалии почти строили все дальше наша армия строили ссср помогал нам строить день сомалия самую сильную армию дальше когда у нас была война с этобе наша ноте сомальская армия попадала внутрь и тубе даже сама отправили туда там не только оборудование тоже там люди солдаты которые чтобы помогать им но в конце концов сендором сам пикнул дальше сср обещали ему чтобы дать все возможно но он прекратит войну но он сам не хотел это его ошибка била вот такой вопрос людям кто никогда в жизни не был в африке начинать мне кажется изучать африку сомали так себе до заход но она прикладной вопрос да если если открывать для себя африку вот куда ехать да и и как смотри я всегда когда меня спрашивают вот окей если я сразу с тобой в нигер поеду например я говорю нового просто цель какая у тебя то есть начать как бы изучать африку step by step или сразу так чтобы был такой культурологический шок что ты бы сказал да вообще такое бывает так так бывает так живут то есть ты хочешь испытать шок или ты хочешь постепенно начинать изучать да вот конец аренера постепенно если постепенно но конечно сомали это шок на шок потому что как бы вот environment он такой очень жесткий на вот очень жесткий конечно точно нужно начинать не сомали на и вообще я то так скажу да сомали то направление не для всех ну то есть нужно понимать на сегодняшний день ну окей в сомали лэнде тоже кстати много чего можно посмотреть на и сомали лэнд это что же побережье на и на побережье было огромное количество городов которые участвовали в свое время в работорговле соответственно это были богатые города до которые нелегально или полу легально вывозили рабов в обход налогов до в одном из них мы были более хар до город там есть за его до знаменитый порт когда в период аксумского царства это был порт вообще для всей вот для всего аксумского царства пистаж зела был процветающим городом сейчас просто все в руинах бербера тоже в свое время был одним из основных портов на этом вообще на этом побережье дады в двадцатом веке там огромную роль сыграл вот поэтому в принципе в сомали лэнде есть что посмотреть да и туда можно вполне поехать да ну вот а с точки зрения там магадиша я еще раз говорю да это уходящая совершенно натура это что то потрясающее шарм я не могу это объяснить это очень круто да ну ты сам понимаешь наверно у тебя такие же ощущения но это как бы не вполне безопасно на то есть это экстремальный туризм тут нужно понимать поэтому ну зачем ехать в африку сразу начиная с экстремального туризма кому кто-то может быть вот ну просто от этого в шоке я ну вы понимаете надеюсь да ребят что я я я я искренне с огромным уважением отношусь к сомали желаю этой стране мира да всегда мира 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 вашей стране прекрасной абсолютно стране замечательным людям ну вот для того чтобы сейчас там говорить о том что давайте начнем массовый туризм в сомали ну вот как зачем этот фарс понятное дело что начинать нужно со стран попроще но вот но для искушенных людей да для искушенных людей те кто уже все видели конечно производит впечатление с мне кажется я бы например посоветовал людям условно если уж ехать ради чего действительно мне кажется если уж ехать да то ради чего я бы сказал что меня вот дико впечатлило то что вот при всей этой разрухе при там 30 лет абсолютного хаоса и анархии люди вообще сохранили как бы такой какой-то свой оптимизм и какую-то легкой жизни то есть нет какого-то знаешь ногу ты не чувствуешь какой-то угнетение это не чувствуешь что ты в какой-то знаешь забитой стране абсолютно и я там встречал нескольких и там и людей которых у меня будущее в выпуске да то есть они там кто-то открывает какую-то там лодочную мастерскую и уже зарабатывает там по 100 долларов в день кто-то там еще значит а вот у меня был гид он соответственно из абсолютно беднейшего района вот ну вот он выбрал такую стратегию что он не шесть детей рожает он там вот они одного ребенка родили он там работает в общем строит карьеру вот он переселился из с дикой халупы просто потом он раньше жил в халупе в котором росла дерево то есть такое не было место и просто вот эти вот железные листы то я них ставили подряд и просто в одном месте росло дерево эндки бенда и хер с ним будет вы тут дом его он там жил и вот он переехал и как бы то есть это люди как бы движутся вперед это очень вот как бы за каким-то жизнелюбием мне кажется вот такие валютно туда надо прям вот что рост их энергии ты какой-то напитаешься знаешь так много в африке на самом деле так много где в африке человеческая концентрация человеческой энергии абсолютно абсолютно да и ну магадиша в этом смысле позитивнее чем харгейса и вообще чем сомали лэнд правда на хотя в сомали лэнде тоже замечательно в целом люди да если они тебя не воспринимают как шпиона вот ну каждый третий тебя воспринимать как шпион вот а в целом конечно замечательные люди да но в магадишу вот эта легкость действительно вот у меня тоже удивляет да то есть мы-то думаем вот вот мы тут сейчас 15 охранников вокруг нас но мы так уверенно себя чувствую акулу на а ему все равно да да пошел ну понятное дело что он может быть особо никому не интересен окей там же тоже есть люди богатые до в магадишу которых в принципе есть деньги бизнес какой-то да их тоже могут там наверное взять там какие-то киднепера там захватить да вот но не все все живут живут так что наслаждаются жизнью этому конечно можно поучиться это много где в африке на самом это вообще чем беднее люди тем тем счастливее да ну то есть это это конечно сейчас сейчас на нас посмотрят люди скажут что ну просто там ребят зажрались у вас там все хорошо в жизни да и вот но для этого я убежден вы приезжайте в африку приезжайте в нигер приезжайте в конго вот ребята тоже там жили в этих странах работали приезжайте в южный судан да там не самая простая страна да я сейчас я сейчас не говорю да там приходить там даже придите в южный судан не знаю там в джубе на какой-нибудь рынок и попытайтесь там пофотографировать местного или кто-нибудь там да она вас будет кричать до понятное дело ну все примерно но слушай антон но все же зависит от того как ты с ним общаешься ну подойди ты подойди на про и подойди не сразу камеры правда да если ты подойдешь человеком на 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 и с тобой это правда ты поймешь что они все все жизнерадостные все счастливые по-своему ну а если мы возьмем вообще вот племена люди которые живут чем не кажется раньше сами счастливые люди в мире абсолютно я убежден в этом я убежден просто когда мы смотрим через экран и говорят вот да конечно ты приехал туда с камерой там всех поснимал тебе кажется что они счастливы я попробую там ну там залезь в их ботинки да и поживи там их жизнью вот но я не смогу пожить их жизнью потому что я потому что жил предыдущий я уже деформировался я жил предыдущий а если ты сразу вот разживешь в этом это на самом деле очень даже это очень даже впечатляет на самом деле да когда ты вот приходишь к племенам слушай да он там моет голову под строю мочи коровы и и и как бы и мы такие боже мой хорошо что у нас есть горячая вода а он как бы ну ну то есть он как бы живет в каком-то другом я не знаю режиме что ли да когда вот он просто биска просто поскалить бискают какой-то бесконечный дзен ну только не бесконечно в целом ты постоянно в каком-то ты живешь вне какого-то конфликта что ли мне вот как так так кажется знаешь вне какой-то знаешь очень строгой моральной структуре когда ты должен соответствовать тому тому и тому а когда ты вот просто вот те хочется вот ну мне кажется что именно вот поэтому да вот уже из-за того что люди в племена времени поэтому мне кажется люди вот эти в племенах они действительно самые счастливые люди на земле кой кой где у них есть очень серьезная структура да и то есть это их обязывает там в значительной степени да вот но просто скажем так у них наверное проблема более обыденная да ну проблема скажем так какая у них проблема собственно найти пищу до прокормить ну если они скотоводы чтобы у них был здоров скот да там и многочисленен вот собственно и все вот собственно и все и нет других проблем они не зависит от того что там где-то что-то взорвут не дай бог что-то там где-то у него на работе случилось там с машиной какая-то проблема ну то есть вот даже возьмем любую любую нашу культуру да там северную культуру да и ты вот когда-то у них поживешь там несколько дней ты же понимаешь что это у ребят постоянный дзен хотя объем задач работают они намного больше чем мы зачем значит намного больше работает но при этом при этом они в гармонии в полной с собой с природой что же спасибо огромное абсолютно всем кто сегодня уделил нам столько времени это было очень интересно вот будем завершаться вот это был первый выпуск подкаста с вами был рядов подписывайтесь ставьте лайк . попрощаюсь можно мне там интеграцию записать 5 минут в кадр я просто вот на эту камеру буду говорить не остановите запись потому что мы сейчас пока